МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние недели стало то, что наконец-то открыли Турцию. Многие этого ждали. Ваше агентство уже продает туры в эту страну или пока еще нет? Да, продажи мы открыли, но делаем это осторожно. Всех туристов, всех наших клиентов мы предупреждаем, информируем о различных нюансах, скажем так. Во-первых, это полетная программа. На данный момент туда разрешено летать исключительно регулярно рейсом, что несколько ограничивает выбор и в отелях, и в полетной программе. Вот, соответственно, чартерным рейсом еще летать туда не разрешили. Но пока мы с вами записываем эту передачу, на момент ее выхода могут уже и разрешить, собственно говоря. Поэтому ждем в любой момент, а это очень сильно скорректирует и спрос, собственно говоря, и цену на путевки. Но вообще вот у нас в Рязани много людей хотят поехать в Турцию? За всех не скажу. Скажу исключительно за нашу сеть агентств. Скажем так, сразу после новости, сразу после того, как разрешили реализовывать туристические пакеты в Турцию, появились звонки буквально в первый день. То есть сразу появился такой, знаете, небольшой ажиотаж. Но сразу это спало, как только оказалось, что чартером-то летать, собственно говоря, и пока что нельзя. Сейчас стабильно в день поступает, ну, какой-то порядка 10-15 звонков. Люди интересуются. Ну, я считаю, что интересуются активно. Но больше это имеет такой справочный, может быть, характер. Ну, все ждут, я так понимаю, опять-таки чартера. Рубен, а что касается цены? Всегда Турция была такой страной, куда можно было съездить, отдохнуть достаточно бюджетно. Вот после открытия ее цены каким-то образом изменятся? Ну, скажем так, цены, на мой взгляд, на мой взгляд, остались на уровне прошлого года. Ну, это исключительно на данный момент. Опять-таки, повторюсь, уже в третий раз с запуском чартерной программы цены могут скорректироваться в сторону снижения. Хотя я считаю, что они останутся на прежнем уровне, как есть сейчас. На данный момент, даже на данный момент, несмотря на то, что пакеты все выставлены на регулярных перелетах, цены удовлетворительные. То есть, скажем так, они на уровне прошлого года. Да, возможно, люди ждут каких-то больших скидок, когда почти даром будут путевки. Но я считаю, что экономически это неразумно, наверное, будет. Просто так вот за символические какие-то суммы раздавать путевки. Ну, посмотрим, что будет. На данный момент цена, я думаю, хорошая. По сравнению с остальными направлениями цена ниже. То есть, учитывая все факторы, что за эти деньги мы получаем в итоге на отдыхе. И звездность отеля, и те услуги, которые дает этот отель Турции, она пока выгоднее. Ну, наверное, выскажу свою точку зрения. Мне кажется, что в Турции как-то пока не совсем спокойно в плане безопасности. Ну, повторюсь, мое мнение, да. Но, тем не менее, для туристов ее открыли. Что с Египтом? Есть ли какие-то подвижки? Потому что там, мне кажется, все гораздо спокойнее. Люди ждут. Люди хотят туда ехать. Тем более, скоро уже осень. Что-нибудь слышно? Ну, вопрос немножко, наверное, не по адресу. Мы все-таки розница. Никак повлиять на решение этого вопроса мы не можем совершенно. Влиять не можете. Но, может быть, слышно что-то, что в какое-то ближайшее время... Новости выходят на эту тему с какой-то завидной регулярностью. Постоянно раз, два, три иногда в неделю появляются новости о каких-то совещаниях, решениях, совместных встречах. И российской стороны с египетской, когда они к нам приезжают. Ну, всякое такое. Поэтому, в принципе, ждем. Опять-таки, по моему личному мнению, возможно, это случится ближе к осени. Может быть, в октябре, может быть, в сентябре. Ну, посмотрим, увидим. Все-таки этот туристический сезон начался без Турции, без Египта, самых популярных направлений. И все-таки за границу люди летали. Да, безусловно. Спрос вообще на заграничные туры, он существенно упал в связи со всеми этими изменениями? Я бы, наверное, отметил общее падение спроса. Ну, причины нам, в принципе, как бы известны. Ну, общее, наверное, какое-то экономическое положение. Это все понятно, это все логично. Здесь как бы ничего такого нет. Скажем так, падение в продаже за границу по сравнению с продажами к Турам по России, наверное, я бы так отмечать не стал бы. Я бы, наверное, сказал, что выросли продажи именно по России. Это Краснодарский Крым и соседняя Абхазия, скажем так. Вот эти вот направления, они, конечно, с каждым годом становятся все популярнее и популярнее. Надо отметить, что все-таки такой бум был, наверное, в прошлом, позапрошлом году. В этом году рост он такой уже планомерный, логичный. Вот. Что касается отсутствия Турции и Египта на рынке в начале сезона, то как альтернатива нашлась всем этим направлениям такая страна, как Тунис. Ну, это, наверное, единственная альтернатива в плане клубного такого отдыха, когда на территории отеля вы получаете полноценный all-inclusive. Но в полном его понятии, понимании, это не только питание, а именно те услуги, которые предлагает отель. А с вашей точки зрения, наш русский юг, он может конкурировать с той же самой Турцией и Египтом по обслуживанию, по отелям, по той программе, которую наш русский юг может нам предложить? Может быть, не стоит гнаться за ними, потому что, ну, я имею в виду за турецкими отелями, за египетскими отелями, пытаться сделать что-то такое. Мы не там, мы не в Египте, мы в Турции, мы в России. У нас здесь свои традиции отдыха, я имею в виду, своя культура отдыха. Да, есть какие-то моменты, которые стоит наладить. Сервис, да, пляжи, возможно, чтобы они стали чище. Может быть, как-то настроить людей на какой-то более позитивный отдых. Да, есть своя цена у наших курортах, да, у наших отелей. Есть отели не хуже, чем турецкие, египетские. Есть, однозначно есть. Их немного, но я уверен, что процесс уже запустился, и с каждым годом их все будет больше и больше. Потому что это востребовано. Я уверен, что люди поняли, что и у нас можно так отдыхать. Поэтому все со временем, не так все быстро. И не надо так же просто, не надо сравнивать. У нас все свое, все как бы со своими традициями, как я уже сказал. Ну что ж, Рубен, большое спасибо, что вы нашли время к нам прийти. Не за что. Мы желаем вам удачи, побольше туристов. Ну и надеемся, как-нибудь еще обязательно придете к нам в студию. Да, обязательно. Спасибо. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова